Бешенство – это особо опасное заболевание со стопроцентной смертностью, вызываемое вирусом Рабиес. От вируса бешенство умирают даже сегодня, несмотря на существование вакцин и квалифицированной медицинской помощи. В мире ежегодно погибает от бешенства до 60 тысяч человек. 99% из них – от укуса заболевших домашних животных, 40% из них – дети. Это опасное заболевание встречается на всех континентах, кроме Антарктиды. Вирус передается со слюной больных животных. При укусе в лицо и голову риск заболеть бешенством составляет 90%, при укусах в руки – 63%, кисти рук и ноги – 23%. Но проверять на себе эту статистику не стоит, дорогой зритель. Также при укусе в лицо и в голову инкубационный период заболевания значительно короче, чем при укусах в ноги. Распространяясь по нервным путям, вирус достигает нервных клеток, коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к гибели. Вирус размножается в нервных клетках организма, образуя тельца Бабешенегри. Экземпляры вируса переносятся через аксоны нейронов со скоростью приблизительно 3 мм в час. Достигая спинного и головного мозга, они вызывают менингоэнцефалит. В нервной системе вирус вызывает воспалительные, дистрофические и некротические изменения. Гибель животных и человека наступает вследствие остановки дыхания и сердца в результате поражения продолговатого мозга. Гомер описывал бешенство собак в своем известном труде «Илиада», а Корнелий Цельс в первом веке нашей эры, описав аналогичное заболевание у человека, назвал его гидрофобией или водобоязнью. К слову, одним из важнейших симптомов бешенства является именно водобоязнь. Однако свое название это заболевание получило в виду того, что на протяжении долгих веков считалось, что причиной болезни является одержимой злыми духами или бесами. Активное изучение болезни началось с 1804 года, когда немецкий ученый Цинке выяснил, что бешенство может передаваться другому животному посредством попадания в кровь частиц слюны инфицированной особи. В 1879 году другой немецкий исследователь Кругельштейн писал в своих заметках, что вирус локализуется в нервной ткани. Самой яркой страницей в изучении бешенства следует называть сотворение вакцины французским микробиологом Луи Пастером. Много лет ученый отдал на попытки выделить возбудитель лисовирус и размножить его в лабораторных условиях. В 1885 году на основе высушенного мозга зараженных кроликов он создает вакцину и первое испытание антирабической прививки выпало на долю 9-летнего мальчика Жозефа Мейстера, покусанного бешеной собакой. Однако у Пастера не было лицензии врача, так что лечить ребенка он по закону не имел права. Однако было совершенно ясно, что без лечения мальчик умрет. Поэтому Пастера рискнул провести опыт. Мейстеру на протяжении 14 дней вводились все более сильная доза мозговой ткани, зараженного бешенством кролика. Луи Пастер рискнул после вакцинации мальчика ввести ему еще вирулентный вирус бешенства, чтобы подтвердить предположение о выработке иммунитета. Подопытный пациент так и не заболел бешенством, а Пастер получил мировое признание. Тем не менее, изобретатели вакцины критики называли шарлатаном. Особенно усердствовали дипломированные медики, поскольку Пастер был по образованию не врачом, а химиком и микробиологом. Но все изменил один случай. В феврале 1886 года в уездном городке Белой Смоленской губернии и окрестных деревнях бешеный волк искусал 19 человек. Большинство из них были крестьянами. По тем временам это было равносильно смертному приговору. Единственный способ борьбы с бешенством заключался в том, чтобы прижечь место укуса каленым железом и ждать, что будет дальше. К счастью, в Белом жил образованный земский деятель Петр Грабленов, интересовавшийся последними достижениями науки и читавший про опыты Пастера. Он отправил в Париж телеграмму. Французский ученый ответил Грабленову в тот же день «Присылайте немедленно». И 1 марта, сразу же по прибытию крестьян, Пастер приступил к вакцинации. Из 19 пациентов выжили 16 и ровно через месяц отправились домой. Массовое излечение русских крестьян заставило критиков замолчать. Именно с него началось всемирное признание Пастера и история прививок, без которых невозможно представить современную медицину. В благодарность за заслуги ученого, французы и люди со всего мира за считанные месяцы собрали на строительство и оборудование института Пастера 2,5 миллиона франков. 100 тысяч из них внес русский царь Александр III, также наградивший исследователя за спасение подданных орденом Святой Анны. 14 ноября 1888 года президент Франции Садди Карно открыл здание, в котором институт работает до сих пор. В настоящее время вакцину обычно используют в сочетании с антирабической сывороткой или антирабическим иммуноглобулином. Инъекция делается глубоко в раны и в мягкие ткани вокруг нее. Эффективность вакцины напрямую связана со временем обращения после укуса. Чем раньше человек обратился за помощью, тем выше вероятность положительного исхода. А пока на этом все. Следите за своим здоровьем и не болейте. Всем пока!